Сегодня у Хойниках открыли памятный знак у гонор-энергетиков Советского Союза, которые примали удел у ликвидации наступства аварий на Чарнобыльской атомной электростанции. У этих работах были заденечены около 2,5 тысяч сотрудников белорусской энергосистемы. На урочистую церемонию у Хойники приехали из разных кутков Беларуси, России и Казахстана энергетики-ликвидаторы. Рызакуючи своим здоровьем, они самоданы смагались с небачным ворогом. Евгения Кухаронак протягнет тему. 32 годы минувалось дни аварии на Чарнобыльской атомной электростанции, а 26-я красавика и сёння – чорная дата у календары подзей Гомельской области. Наш регион наибольшь за іншую в Украине потерпел от катастрофы, нанесенную шкоду, як и трагедию в уголе, нельга вымирать с личбами. Так само, як и уклад нашего народа у ликвидацию наступства аварии. Мы играли за гражданскую оборону когда-то, бегали там, проводили учения, но подумать не могли, что такое может быть. И когда это случилось, фактически начинать надо было с нуля. Учиться, работать, переживать, терять людей, к сожалению, к великому. Ещё раз говорю, мы были не готовы, но очень быстро научились. Сегодня посмотрите, вот они почти все присутствуют, ну, кроме тех, кто ушёл. Ну, на самом деле, они гордятся своим трудом. Это надо отдать должное. У нелёгкой справе борьбы с наступствами аварии на ЧАЭС было задейничано каля тысячи работников энергосистемы Гомельской области. Кожный четвёртый сегодня протягивает працать. Многие на заслуженном отпочинку усеяные опинулись у 1986-м в тяжких умовах, без спецтехники и пристосованию. Обстановка радиационная здесь была, безусловно, неблагоприятная. Дали мы накопители, сделали обмывочные устройства. Вода была привозная, привозили консервы. Всё это дело делали, но, тем не менее, пыль. Значит, мы, когда бельё отсюда привезли в Минск постирать, то его вернули обратно, потому что в Минске, в Белоруссии не было места, где можно было его постирать. На момент товара мы жили в Троньках, обслуживали сельское местное. Всё население эвакуировали. Мы работали, сейчас солдаты были, сделали заактивацию. Мы их помогали обслуживать. Линии строили, вспомогательные работы делали. Трагедия, с оправдой, могла б иметь значительно большие масштабы, калебнее их самоданная праца и героизм. Заховать подвиг ликвидатору на 100 годе закликаны новый памятный знак, який разместили в городском сквере Хойников. На месяце, где в 2016 годе, с нагоды 30-й годовины аварии на ЧАЭС был усталеванный мемориальный гранитный камень. Новая скульптурная композиция для острова в образе трех энергетиков за працей. Инициаторами узведения памятного знака стали ветераны энергетичной Галины Гомельской области. Аутором выступил белорусский скульптор Валерий Кондратенко. В дельнике урожистой церемонии наведалися и до помника смутку. Там хвилины молчания ушановали память об ахвярах Чарнобыльской аварии и усклали кветки до постамента. Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадоя компания Гомель, Схойников.